здравствуйте друзья здесь демитков юрий я знаю что от меня ждут каких-то чудес что инвестиционных идей вот но на самом деле после сургута инвестиционных идей особенных как бы не предвидится вот я смотрел какие инвестиционные идеи ну такие предлагают аналитики и одна из них но мне кажется здравой это фьючерс евро к доллару почему давайте посмотрим на графике вот сейчас вы видите метатрейдер это на форексе но графики там уж больно хорошо строить график недельный посмотрите с евро доллара декабре 2016 1 0 4 и с тех пор он начинал поднимался 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 достиг максимума где-то вот 28 января 2018 года евро к доллару был 1 23 и с тех пор вот он начал скатываться начиная с 15 апреля 2018 года он начал катиться то есть доллар постоянно укреплялся евро к доллару падала потихонечку дрейфовала вот и наконец что произошло ну вот здесь кажется евро к доллару уперлась в уровень поддержки 1 12 143 и вот сейчас вот это вот недельный график давайте переключимся на дневной график вот посмотрите дневной график здесь вот прямо вообще показательный посмотрите то есть сейчас ниже минимума находится и все эксперты все аналитики в один голос говорят что евро к доллару надо покупать евро к доллару надо покупать вот ну и в общем сказать глядя на графике есть подозрение что да наверное они правы я хочу акцентировать ваше внимание что вот обманчивая штука на самом деле евро к доллару валютные пары это очень очень такая зыбкая почва но сегодня завтра происходит заседание фрс и вроде бы послезавтра там сказать ну будут выступать высокопоставленные люди из фрс и судя по всему они понизят ставку свою в америке на 0 25 процента скорее всего вот но скорее всего будет понижена ставка и в этом но практически уже никто не сомневается а понижение ставки ведет удешевление доллара вот чему это ведет то есть следовательно если доллару дешевле станет евро к доллару станет дороже то есть пойдет тренд вверх вот такие как бы инвестиционные идеи и аналитики говорят что ну чуть не до 1,16 причем но они об этом говорили еще когда еще в январе месяце буквально они говорили об этом но это не случилось короче говоря ну вот сейчас кажется вот тренд идет на разворот давайте еще раз вот покажу на недельный вот кажется что вот он вот так вот раз 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 заворачивается и вот пойдет вверх вот поэтому в общем сказать есть такое подозрение что евро к доллару надо покупать и похоже что он пойдет куда он пойдет ну вот вверх пойдет ну давайте еще сказать числа фибоначчи который так всех удивили прошлый раз вот давайте попробуем провести их вот так вот опля ну вот он как раз 1 16 ровно сходится вот но я не думаю что мы до 1 16 дойдем но вот до 1 14 то уж но как бы вроде должны идти вот таким образом поэтому ну вот у меня такая идея на самом деле я переложил сюда на срочный рынок там сколько перевел 30 тысяч и вложился на эти деньги фьючерса вот евро доллар ну вот такая идея теперь давайте посмотрим что у нас на рынке акций то есть на рынке акций я завершил идею сургут нефтегазом префами вот с плечами и я говорил что у меня осталось 300 акций я их продавать не собираюсь по ним я собираюсь получить дивиденды но буду наблюдать то по поводу у меня спрашивали еще американского рынка честно говоря я в американском рынке сильно не ориентируюсь вот ну давайте покажу если хотите и американский рынок я его немножечко немножечко сейчас трансформировал вот посмотрите была инвестиционная идея ловы с компани с инкорпорейтед что это за компания я ее не знал об этой компании никогда я честно скажу вот но пришла инвестиционная идея говорит слушай надо купить я посмотрел что это за компания это компания которая владеет сетью но хозяйственных гипермаркетов типа наших ну вот то что мы знаем у нас это обе немецкие гипермаркеты ну там кто в питере живет знает там финские какие то есть супермаркеты вот здесь ловы с до типа леруа ну вот это вот вот американская чисто сеть компании компании которые мебель фурнитура железяки всякие ну вот она вот что у меня еще тут в портфеле есть ну давайте посмотрим меня здесь портфель небольшой вот он ловес и алфабет это тоже была инвестиционная идея аналитики и что-то я вот взял поверил им вот здесь вот я купил компанию google это алфабет вот но она здорово упала я ее держу жду пока она поднимется потом закрою к чертовой матери потому что что-то у нее не очень ладится но сейчас она потихонечку так пробирается сюда ну где-нибудь может быть даже прибыль зафиксируется вот пока в убытках вы видите синокорпорейшн ну это вот моя боль это нота моя и она настолько сильно упала что в общем сказать уровни кажутся привлекательными вот видите и она начинает потихонечку дрейфовать вверх ну я ее купил для того чтобы смотреть и наблюдать как будут дела с моей нотой в прошлом видео я говорил что дела не очень вот и Wells Fargo тоже было куплено давно по рекомендации вот где-то здесь они сказали что должна вырасти хренушки она выросла Wells Fargo это крупнейшая инвестиционная американская компания одна из самых крупнейших но вот что-то она подкачивает инвестиционная эта компания вот ну какие еще есть какие есть инвестиционные идеи на американском рынке а я не знаю вот вот он Facebook который я сегодня закрыл вот Facebook у меня был открыт дело в том что на Facebook я очень неплохо заработал посмотрите вот я его покупал когда-то вот здесь покупал по 132 рубля купил две акции по 132 доллара естественно и они у меня выросли аж до 190 то есть две всего акции дали 120 долларов при прибыли ну хороший рост вот я их здесь закрыл потом они упали я здесь снова открыл снова купил две акции но посмотрел вот здесь вот как-то он начал колебаться и сегодня я зафиксировал прибыль по Facebook вот ну честно говоря я думаю что он немножечко упадет до 180 поэтому поэтому я зафиксировал прибыль здесь прибыль хорошая на самом деле получилось вот так что еще здесь у меня иллюмина иллюмина так вот хорошо растет вот она у меня давно закрыта прибыль была зафиксирована ну где она зафиксирована была где-то вот здесь я то понимаю была зафиксирована продолжает расти я думаю что расти она больше не будет это компания которая занимается медицинским оборудованием так что у нас еще есть у нас Nvidia Nvidia падает биткоин растет Nvidia падает какие еще у меня вот была идея Manpower Group была идея покупать говорили что пробьет вверх я посмотрел на график и как я говорил что в общем сказать не все идеи хороши я решил что эта идея не очень хороша я не стал ее брать была идея покупать Manpower Group я пока еще не знакомился с этой компанией то есть идей особых нет кроме вот евро доллар в основном и ну лоис уже поздно короче говоря вот такая история что покупать в ближайшее время я расскажу вам про очередную ноту которая вот прямо сейчас планируется к запуску буквально вот-вот она уже пищит 11 июля насколько я понимаю будет запущена поэтому завтра смотрите пожалуйста ждите мое видео по новой ноте там будет что-то 14 процентов годовых в валюте либо 17 процентов годовых в рублях но она сразу могу сказать для квалифицированных инвесторов минимальная сумма будет 10 тысяч долларов для квалифицированных в валюте и в рублях миллион минимальная сумма но условия достаточно интересные я об этом расскажу подробно завтра сегодня уже поздновато спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк и до встречи